Здравствуйте! У нас сегодня тема такая завлекательно-увлекательно, вообще такая духоподъемная, да? Криминалистическая экспертиза. И пришел к нам, знаете кто? Ведущий эксперт-криминалист Российского Федерального Центра Судебной Экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации. Эмиль Григорьевич Сафронский. Здравствуйте, Эмиль Григорьевич. Добрый день. А так, кстати, Эмиль Григорьевич, у вас, по-моему, в вашем удостоверении даже номер какой-то очень хороший. Какой номер-то в вашем удостоверении? Значит, это был 001. 001. Вот это круто. Вот-вот. Первый вы у нас эксперт-криминалист. По номеру, во всяком случае. Да не только, кстати говоря. Так, значит, в понятие вот этой самой криминалистической экспертизы что входит? Ну, понятие криминалистической экспертизы прежде всего входит в ее научную основу. Так. Мы должны обеспечить следствие убедительными доказательствами виновности или невиновности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Для этого очень важно значение самой экспертизы. Я конкретно занимаюсь экспертизой баллистической. Это все связано с применением огнестрельного оружия. Ну, и холодного тоже. Но больше, конечно, интерес представляет огнестрельное оружие, поскольку, к сожалению, с развалом СССР оружие наводнилось. Учет и контроль были запущены все. Естественно, криминальные структуры немедленно воспользовались этим. И огромное количество оружия оказалось на руках не тех людей, которые должны были бы им владеть. Вот это самое страшное. Но доказывать причастность людей к этому виду преступления возможно только благодаря судебно-полистической экспертизе. Мы идентифицируем, то есть устанавливаем тождество, именно это оружие участвовало в преступлении или иное, другое. Для этого как раз изучаются все те следы, которые образуются частями оружия на полях и гильзах. А вот если поле попало в цель, в преграду, да, то вообще-то поле обычно деформируется очень сильно. Я как раз принес для иллюстрации, если это будет интересна, то можно будет ставить, конечно. Значит, действительно, вот знаменитое дело убийства Караева. Это был такой мэр Владикавказа. Из него, из трупа, извлекли буквально кусочек, фрагмент оболочкой пули, на которой только кусочек следа был. И, естественно, казалось бы, что вопрос о доказательствах значения этого следа будет приведен к нулю. Однако, в результате эксперимента нам удалось все-таки выяснить, что именно это оружие, которое было подозреваемым, оказалось причастным к тому выстрелу роковому, который лишил жизни мэра города. Так, простите, значит, в распоряжении экспертизы был кусочек оболочки пули, да? Да, со следом канал ствола. Там фрагмент буквально. Сарапинка, собственно говоря. Да, любое оружие оставляет на поверхности оболочки пули. Именно следы. Те, которые образуются от дна и поля нареза канала ствола. Естественно, этими признаками, которые достаточно информативны, мы пользуемся для того, чтобы доказывать, имеет ли это оружие к отношению к преступлению или это не имеет. В данном случае, в результате судебно-баллистической экспертизы, было установлено, что этот фрагмент оболочки действительно был выяснен из проверяемого оружия. Но самое интересное, что оружие, ствол, был разрезан на кусочки. Вот даже как. И для того, чтобы убедиться в том, что это именно такое, именно это оружие имело место, нам пришлось проталкивать пулю через кусочек ствола. Ну, я не берусь сейчас, рассказываю технологию, но смысл был такой, что протолкнув пулю под прессом через канал ствола, кусочек этого фрагмента, мы получили след и на сравнительном микроскопе добились иллюстративного доказывания того, что именно этот ствол и был причастен к выстрелу роковому, лишившему жизнь мэра. Так это значит, вы уже фрагмент детали какого размера, сказать, микронного или больше? Вы знаете, следы-то сами по себе очень маленькие. Нет, но сам все царапины-то от нареза выстают прилично, ее глазом видно легко. Нет, видно, безусловно. Но самое интересное, что сам фрагмент, длина следа была 14 мм, а ширина 4,5 мм. И на этом участке был кусочек следа. И этого оказалось достаточно для того, чтобы делать категорический вывод. Я могу, конечно, продемонстрировать, они есть, эти картинки здесь, я специально сделал. А вот я помню, в старое время говорили, что вот да, вот, когда из нарезного оружия выстрел, да, то вот это оружие идентифицируется. Вопрос правильный. А стрельба из гладкоствольного? Надо отдать должное, что только Советский Союз, спасибо, подготовил. Партия родной? Да. Мы впервые в мире решили вопрос идентификации гладкоствольного оружия по следам на множественном снаряде, то есть на отроби и картечи. Казалось бы, гладкий ствол, ничего не может быть. Но периферические эти вот дробины или картечины, которые касаются сена канала ствола, они, проходя по длине ствола, канала ствола, воспринимают на себя все микродефекты, которые были, способны были образовать эти следы. Получая экспериментальный след, мы сравниваем точно так же, как и нарезной ствол, это немножко трудоемкое, более, ну, я бы сказал, утомительное, но все равно результат был хороший. Мне пришлось как-то американцам показывать на живом примере, это армяно-азербайджанский конфликт, именно когда были расстреляны эти жертвы, части населения, расстреляны, и мы по следам канала ствола на дроби сумели разложить оружие. Подозреваемый результат получился более чем достаточно. И когда американцы приехали, мы им продемонстрировали это, они сказали, что для них это вообще уникально. Но, очень плохо нам навредили конструкторы патронов. Теперь стреляют, дробь и картечь находятся в контейнере. И поэтому мы не получаем следы, и, естественно, доказательственность крайне низка, потому что очень редко на полиэтиленовом ПЖ можно обнаружить следы. Хотя бывает, но это крайне редко, которые позволили бы сказать, что да, этот ПЖ был выстрелен из этого гладкоствольного оружия. К сожалению, здесь интересы этих конструкторов оказались более важнее, чем криминалистическая оценка этих следов. Но, тем не менее, пока остается возможность, мы ее не исключаем. Для нарезного, конечно, проблем нет. Легче, безусловно, искать. А вот с гладкоствольным, да, приходится стрелять несколько раз, чтобы убедиться, что это не случайное совпадение, а именно устойчивый характер. А без этого смысла нет. Ведь всегда можно найти какие-то случайные совпадения. А вот убедиться в том, что это именно тот след, надо производить серию экспериментов. Остреляем 3-4 патрона и изучаем весь спектр этих следов на множественном снаряде. И только тогда, при сравнительном исследовании, достигая совпадения, мы даем вывод о том, что именно эта дробь, извлеченная из трупа гражданина А, была выстрелена из гладкоствольного оружия гражданина Б. А вот, между прочим, обычно так принято у нас у публики широко считать, что в кино, в кинематографе обычно, так сказать, привирают о возможностях экспертизы. А вот сейчас, вот я фильм недавно посмотрел, я вам сейчас перескажу, так сказать, фрагмент, но там, значит, речь идет о стрельбе из винтовки, естественно, по людям. И вот, значит, так сказать, нехороший человек, который это делает, он, чтобы подкинуть полицейским, так сказать, след, значит, пулю, он одну пулю отправил в такой, в полиэтиленовый баллон с каким-то соком, да? Чтобы, значит, чтобы она была не деформирована, чтобы по ней можно было идентифицировать винтовку. А вот и по тем, которые могут быть извлечены из тела жертв, вот так нельзя? Можно. Можно, оказывается. А вот, скажем, по кусочкам, фрагментам. Не будем ли мы в рамках криминалистической, будем технологию уничтожения средств сейчас популяризировать? Нет, 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 у них-то получается, что они вот специально сохранили пульку, чтобы она попала куда-то в баллон с жидкостью. Ну, в баллоне жидкость, понятно, затормозилась. Вы же тоже так в этом самом... Все правильно, можно сохранить. Сохраняете, стреляете в воду ведь, да? Мы стреляем свинцовые снаряды в воду, безусловно, для того, чтобы все-таки след затормозить. Затормозить? Да. А тампаковые, которые пуля оболочная такая? А тампаковые они жесткие достаточно. Можно в воду стрелять, можно в кевларовый пулеловитель, куда угодно. Можно в масляной, ватной. Их способов много. То есть приборов... Но я хочу сказать, что американские эксперты, которые, очевидно, консультировали фильм, вот они решили, что пулю опознать-то хорошо, можно только ту, которую специально остановили в сосуде, да? Нет, 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 это не обязательно. Я практически давно не стреляю в воду, в заключении свинцовых снарядов, потому что все-таки вода щадяще относится, чем жесткая преграда, там тот же кевлар, та же вата и так далее. Просто жидкость, конечно, сохраняет след. Но нет необходимости для, скажем, для оболочечной пули, где оболочка тампаковая, она жесткая, стальная. Естественно, след... Но медный вообще тампак, почему стальная? Тампак это медный сплав. Да, оболочка. Покрытие делал. Нет, это покрытие только. А, покрытие. А самая стальная, да? Бывает латунная, бывает стальная. Ну, в целях экономии. Вспомните, когда Гитлер уже закончил карьеру, считайте, то у них уже пули были керамические. Серьезно? А что делать? Глигина, что ли? Легче было из камня делать. Не было металла уже. Я не знал этого. Ну, есть такое. А оболочка была у них всё-таки? Да не, они просто пулю делали. Поэтому оружие быстро выходило из строя, что стрелять... Ну, здесь, например, наждак такой. Да, именно наждак. По стволу уходит. Да. Но в любом случае следы, конечно, лучше получаются при стрельбе в воду, масло и так далее. Но в этом нет необходимости для оболоченных жестких пуль. А для Свинцова, конечно, щадящая должна быть стрельба экспериментальная. Конечно, только в воду, только в масло и так далее. Наш вот замечательный, завлекательный, развлекательный кинематограф, он, так сказать, правильно оценивает возможности экспертиз, сроки их проведения. Там ведь как бывает, только привели человека, да, там, проверили, не тот. Вот, нечего предъявить там, да, вот, расстраивается, так сказать, этот следователь, и все мы ему сочувствуем. Сколько так обычного времени одна экспертиза занимает? Все зависит от того, в каком состоянии объекты исследования. Может быть, если они хорошо сохранены, то это не вызывает ни трудностей, ни сложностей. А что касается кино, то кроме улыбки у меня ничего не вызывает. Ну-ка, давайте постараемся. Дело в том, что вот тот же фильм «След», где показываются арки удивительные эксперты, которые элементарно по компьютеру сразу выдают результат, ну, я думаю, что об этом только мечтать можно. Нет, ну, как же, когда мы покупаем, например, нарезное оружие, да, то там, значит, в паспорте есть такие результаты от этих отстрелов, да? То есть где-то там, где-то там у вас есть такая пуля-гильзотека, где все наши вот, как отпечатки пальцев, значит, вот эти вот царапины, они у вас есть. Ну, и, соответственно, нашли пулю, ду-ду-ду-ду-ду, а, вот, оружие номер такой-то. Так оно и делается. Это сложно. Пули-гильзотека, я помню ее в ЭКЦ МВД России, они занимались этим, это их прерогатива. ЭКЦ – это экспертно-криминалистический центр МВД России. Они действительно занимаются этим. К ним приходят все пули и гильзы, когда нет оружия, и они хранят их до тех пор, пока не попадется новый экземпляр. Такие случаи были. Я помню, сам приезжал к ним и наблюдал сцены, когда, просматривая там сотни пуль, вдруг натыкаясь на ту, которая была, лежала в архиве, но ее не могли никак привязать. Пришло оружие, оказалось оно. Но я говорю, здесь важно только одно – высокий профессионализм и большая ответственность. То есть тут пока еще вопрос не компьютеризирован? Нет, ну, можно было бы. Ведь тут картинки сравнивать, компьютер уже это умеет. Можно, можно, но это мечта. Мечта. Во всяком случае, у нас. Я думаю, что к этому придем, но это дорогое удовольствие. Но вообще, конечно, когда пули в хорошей сохранности, проблем нет. Есть возможность как-то сфотографировать, добраться до следов. Ну, представь себе, развернутая оболочка, таким уже расковырять. Как банановая кожура так вот слезает. Да, абсолютно невозможно сделать. У нас есть патроны, которые, ну, так называемые, со смещенным центром тяжести. С совмещенным, правильно говорить все-таки. С совмещенным. Центр тяжести совмещен с центром давления. Это у вас, по физикам, у нас он называется. Это у нас, у баллистиков, которые вот это делают, он так называется. Он может быть смещен, аначе она тогда в полете бы черти как себя вела. Дело в том, что эти пули очень реагируют на любую преграду. И сгибаясь, эта оболочка на огромной скорости, она, попадая в преграду, просто плющится. А скорость колоссальная, вращение колоссальное. Ее разворачивает, как грибок. И попробуйте потом это найти там, следы. Они рушатся, особенно при попадании в твердую преграду. Да, работа может получить отрицательный результат. Но в основном нельзя упускать, откладывать, только потому, что не хватает возможности снять и так далее. Ищите до конца, выжать надо из пули все, что только возможно. Для этого нужно просто желание, терпение. И тогда, я думаю, результат всегда будет. Я могу только одно сказать. Бывают экспертизы, когда мы вынуждены сказать, решить не представляется возможным. Ну, выше головы не прыгнешь. Разбита пуля. Попала в преграду металлическую, и срезала все следы. О чем можно говорить? Все, уже невозможно ничего сказать. Тогда уже следствие занимается своими способами, но не за счет экспертизы. А вот, Эмиль Григорьевич, вот вы ведь были экспертом-криминалистом в одном таком очень громком деле, скажем так, да? Это 1918 год, расстрел царской семьи. Царской семьи, да. А что же вы там, значит, подвергали экспертизе? Откуда же пули через столько лет были? Вы знаете, что самое интересное, что там еле можно было удержать эти остатки оболочек. Они уже практически дышали наладом. Мы даже не могли сунуть микроскоп, чтобы нажать, и она рассыпается. Вот две таких пули мы связали. Больше ничего. Остальное невозможно было. А эти пули-то были откуда? Из того архива, этого Соколова? Нет, это обнаружено было в захоронении царской семьи. Первое еще. И вы сравнили с тем пистолетом, который... Который оказался у нас один-единственный. Ведь уже в другом, что, к сожалению, я знаю, что увез Соколов, будущий исследователь, который вел, так сказать, расследование по факту расстрела царской семьи, он увез пули из Ипатийского дома, увез за рубеж. К сожалению, получить оттуда невозможно. То, что, простите, наковыряли наши любители, обнаружив в трупах там, это единственное, что было. Но, не забывайте, что заливали... Кислотой. ...негашенной яичностью. А, негашенкой. Естественно, реакция была, сами понимаете, на уничтожение. Ну, хоть что-то... Но с пистолетом Юровского совпало тот самый командир команды? Нет, нет, нет. Там совершенно другой был пистолет, я сейчас просто не помню уже. Но самое интересное, что во всяком случае, нет сомнений в том, что это именно царская семья. Там, правда, уже сыграло еще и значение генетической экспертизы. Но, во всяком случае, у меня, например, сомнений нет, что это именно захоронение, где были обнаружены останки царской семьи. Ну, там кто-то почему-то в этом сомневался. Вы знаете, я даже знаю, что патриарх Алексий тоже выступал с большим сомнением. И он в эту фразу, которую меня рассмешил, он сказал, а до сих пор непонятно, то ли это останки белых бандитов или красных. Вот прозвучало из него оригинально. То ли белые бандиты, то ли красные, то ли царской семьи. А царская семья к белым бандитам относилась, наверное, да? А, так сказать, царскую семью он относил к белым бандитам, да? Нет, те, кто... А, вот так, те, кто... Ну, я не знаю, я стараюсь с тонкостью не лезть. Ну, юмор, юмор. Юмор есть, безусловно. Юмор есть. Ну, во всяком случае, было много интересного. Потом я хочу сказать, что, да, были громкие экспертизы, которые действительно на слуху у населения. И, слава богу, что экспертиза все-таки иногда ставит точку над «и» в расследовании. Вы понимаете, что не всякий преступник готов разложиться и выдать все, что хочет. Они крутят, как хотят. Но я, например, верю только в экспертизу. Я считаю, что это единственный аргумент, который может поставить точку в расследовании. А вы скажете, вот вы эксперты, кто больше, инженеры или юристы? Вот физик, тут у вас физика, инженерное какое-то дело, да? Вы знаете, да, да, вы правильно подметили. У меня действительно и военное образование по рожаю, даже технарь, и плюс юрист, это да. Ну, юристы, поскольку, конечно, мне поставили условия обязательно к военному образованию получить юридическое. Пришлось учиться. Ну, во всяком случае, для кругозора это помогло. Да нет, ну, чем больше знаешь, тем лучше. Но зато я столкнулся с тонкостями криминалитики. Я ее так особенно слышал, но никогда не касался. Теперь я знаю, что это такое, чем ее едят. Понятно. Время у нас еще есть немножечко. Вот из тех кинофильмов, которые мы обычно смотрим, где больше всего, так сказать, врут про экспертизу? Ну, врут даже, знаете, непрофессионально. Хотя бы по одной простой причине. Мы придумываем все. Например, револьвер, они называют пистолетом. Или наоборот. Меня это всегда умиляет. Я говорю, ну, неужели трудно проконсультироваться режиссеру или кто там, оператору? Ну, подскажите, ребят. Ну, револьвер держит в руках и говорит, пистолет. Или наоборот. Это бросается в глаза, ну, нелепо просто. Это недоработка, нежелание, может быть, или непонимание, незнание, как угодно, понимаете? Но я считаю, что, чисто, да, должно быть даже в иллюстративном материале. Ну, там еще обычно из какого-нибудь револьвера, из нагана начинают стрелять, стрелять, там что-то раз в 20. Ну, такая драматургия. Необходимость. Обычно мы должны определить устойчивых следов, потому что они не случайно признаки, тогда действительно стреляют. Это у вас. А стреляют раз в 20 в самом фильме, там, какой-нибудь там комиссар или какой-нибудь там ковбой? Сколько же у него в этом барабане пуль? Я могу сказать только одно. Вот мы, например, проводили научно-исследовательскую работу в свое время, определить, насколько живучие следы от одного канала ствола. Так. Значит, мы просто плюнули уже на полторы тысячи следов. Они практически не изменяются. То есть, вот, образуется этим участком, так он и воспроизводит эти особенности. То есть, пять тысяч пулей, все одно и то же. Совершенно спокойно, да. Ну, идет износ, но все-таки оболочка пули мягче, чем, скажем, ствол. Стальной хромированной ствол. Безусловно. Поэтому устойчивость очень хорошая, заметно. Да, есть какие-то незначительные, но общим в целом консилет остается достаточно убедительным. Я считаю, что для судебной баллистики это только умение видеть следы. Научатся видеть следы. Не всякие эксперты это могут делать. К сожалению, были такие президенты, когда я сам наблюдал, учусь лучше, а результат нет. И бестолку. Так бывает. А так? Время наше истекло. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Вот и публике нашей спасибо большое за внимание. Так что, вот, имейте в виду, учитесь, в общем-то, всему чему угодно, техническому. Обязательно пригодитесь где-нибудь в экспертизе, например. Всех благ, вам удачи.